Познакомиться с культурой Курской области как можно ближе. В этом жителям и гостям региона поможет туристско-информационный центр. Гости могут выбрать для себя любой маршрут. Есть пешие туры по Курску и автобусные по области. Каждого посетителя мы подготавливаем предложение, если есть запросы, мы отрабатываем сразу на месте. И также мы дарим путеводителям по Курской области. Это культура и туризм и православное направление. Подобрали путешествие и для Ольги Власовой. Теперь вместе с семьей ее ждут сказочные лавандовые поля. Очень хочется в лавандовую ферму. Как раз сейчас она цветет. Я очень люблю Мельницу, поэтому я очень хочу туда поехать. Вообще этот маршрут пластичный, то есть его может добавлять в какие-то точки. Сейчас, в данный момент, лавандовая ферма. То есть она цветет возле усадьбы фета. То есть после усадьбы фета. Да-да-да, она совсем рядышком. Приобрести здесь можно не только туры. На память посетители смогут купить и сувениры, например, футболки, бутылки и шоперы. Все с символикой Соловьиного края. Кстати, со временем линейку продукции планируют расширить. А также в планах расширения точек продажи сувенирной продукции Курской области на объектах национально-туристического маршрута Соловьи и Железа. Сейчас ведем переговоры с организациями и предпринимателями, которые работают на этих объектах, дабы предоставлять эту сувенирную продукцию. Мобильный центр для желающих изучить родной край работает с 10 до 19 часов по будням за исключением понедельника, а также по выходным с 14 до 20 часов. В дальнейшем он отправится в другие города и районы нашей области. Анна Пикулина, Екатерина Комарецких, Ради Долженков, События дня.